Всем привет! Сегодня я вам решила рассказать о тех книгах, которые я прочитала в феврале. Их было намного меньше, чем в январе. Я не знаю, почему так получилось на самом деле. Я прочитала 7 книг, а не 17, как в январе. И вроде бы особенно толстых книг там не было. Но я очень долго промучилась сиянием, хотя оно мне очень понравилось, но я уже говорила в обзоре на него, почему я его так долго читала. И также я очень долго читала «Жизнь эльфов». Поэтому, наверное, с неё и начнём. Итак, Мюрриэль Барпери «Жизнь эльфов». Она у нас такая новиночка. И когда я о ней узнала достаточно давно, я её очень захотела, потому что, ну, согласитесь, просто фантастическая обложка и аннотация также очень интригующая. И я, как любитель вообще фэнтези, всего связанного с магией, волшебством, очень сильно её захотела. И плюс я читала элегантность ёжика, которая мне понравилась. В общем, я очень хотела её заполучить, ждала выхода. Скажем так, она вроде как мне и понравилась, но как же она мучительно читалась, просто невероятно. Я, честно говоря, даже жалею, что я её вообще читала. Потому что это были действительно невероятные мучения, усилия над собой. Во-первых, о чём нам рассказывает аннотация? Что есть две девочки, по-моему, 10 лет. Клара, которая живёт в Италии, и Мария, которая живёт во Франции. Девочки обе были подброшены в семьи, то есть они найдены были на улице младенцами. И ближе к 10 годам в них проснулись особые дары, таланты. Клара у нас, которая в Италии, начала играть на фортепиано или на рояле, я уже не помню. В общем, играть так фантастически идеально, как ни один взрослый никогда не мог. То есть лучше самых виртуозных профессионалов играла она просто фантастически. И все говорили, что кто её учил, а она буквально только села впервые за рояль. И когда она играла, у неё в сознании возникали какие-то видения, образы, будущее, прошлое, какие-то истории про других людей, она видела какие-то другие миры. И, в общем, вот такой, значит, у неё дар. А Мария, которая живёт у нас во Франции, у неё открылся дар общения с животными. Она понимает, что говорят олени, зайцы, с какими-то вепрями она встречалась, не то люди, не то звери. Также нам говорится о том, что грядёт некая война во главе с губернатором, который хочет уничтожить род человеческий, чтобы выиграть, в которой девочки должны объединить свои силы. Анотация достаточно интересная. Я тем более люблю, когда в истории есть две девочки, близнецы. Тут у нас не близнецы, они вроде как не родственницы, но тоже очень интересно. И что же в итоге мы получаем? В этой книге нет магии как таковой. То есть, по сути, здесь нет волшебства, здесь нет эльфов. Это не фэнтези, здесь никакой магии нет. И также нет котиков, хотя они у нас на обложке. О, кот. И, по сути, это вообще абсолютно не волшебная история. Здесь нет событий каких-то, ничего не происходит. Вся книга очень спокойная, очень размеренная. И как будто стоит все время на одном месте. Ничего здесь не происходит. Но единственное, что здесь есть, это язык. Красивый язык Барбери, который является как плюсом, так и минусом. Ну, если плюс, я думаю, это всем понятно. Очень приятно читать красивые описания. Сразу же ты в него окунаешься. И сначала, буквально первые страницы, я им наслаждалась. Потому что потрясающие красоты сравнения, описания, эпитеты. Просто такие предложения, сложно сочиненные, подчиненные. Описание какого-либо момента человека, природы, может идти на целую страницу. Если больше, просто описание. Это может быть одно предложение даже. И сначала это очень все интересно читать. Но когда ты понимаешь через несколько глав, что помимо описаний ничего не происходит, становится скучно. Минус как раз этого языка в том, что за всеми этими красивыми описаниями теряется абсолютно сюжет, смысл. И ты, когда читаешь, ты не можешь понять, о чем ты читаешь. Многие моменты мне приходилось перечитывать. Мне приходилось возвращаться. Я могла читать, читать, читать. И вдруг ловить себя на мысли, что я вообще не помню, что я читаю. То есть я улетела мыслями куда-то, начала думать о своем вообще, о чем-то другом. И так бывает только в те моменты, когда, естественно, скучно читать. И в каких-то моментах действительно становилось интересно. Например, мне было интересно очень читать моменты, когда описывалось, как играла Клара. Именно моменты, когда она садилась за рояль и начинала течь буквально музыка. Ты представляешь все эти видения, очень поэтично это все написано и действительно интересно. Но вот жизнь Марии, например, мне было абсолютно скучно читать. И как таково, я уже сказала, вот сюжет, аннотация, которая у нас есть, она, по сути, по крупицам собрана со всей книги и воссоздает как раз полностью сюжет за всю историю. Больше там ничего не происходит. Единственное, что мы как раз можем выудить из всех описаний, это то, что вот есть две девочки, они там как-то живут, что-то происходит. Но, по сути, ты читаешь ни о чем. Но почему же мне эта книга понравилась? Ну, во-первых, опять все-таки язык, и очень она атмосферная, такая очень уютная. Но, мне кажется, если ее и читать, вот именно тем людям, которые хотят почитать просто ради языка, размеренное повествование, спокойное, которые любят такое читать, такое можно читать, я считаю, но какими-то маленькими порциями. То есть, например, чередовать с какой-то другой книгой. Прочитал там две главы и прочитал другую какую-то книгу, более динамичную, где есть какие-то сюжетные повороты. Тогда, наверное, если чередовать с такой книгой, она будет идти нормально. Но вот когда ты за нее сел и только читаешь ее, это просто ужас. Я читала отзывы на Лайв Либи, и они практически все негативные. Люди многие говорят, что они даже не стали ее дочитывать, что эта книга пустая, ни о чем, что она глупая, неинтересная. Я отчасти со всем этим согласна, в принципе, согласна со всем, только я бы так негативно не высказывалась, потому что это все-таки особый род литературы, скажем так. Но все же, мне кажется, Барбери переборщила с описаниями, либо нужно было как-то это все гармонично соединять и с событиями. Поэтому вроде как книга мне и понравилась, но мне было ее невероятно сложно читать. Я ее действительно себя заставляла насильно заканчивать, потому что я считаю, что нельзя книге судить вообще, что-либо высказывать, если ты ее не дочитал до конца. Также, чтобы разбираться во всем, что здесь происходит, нужно просто невероятное сосредоточение. То есть нужно именно постоянно возвращать себя мыслями, вспоминать, что же было, о чем ты читаешь, сосредотачиваться на главном, потому что за всем этим витиеватым, кружевным таким языком, узорчатым, очень красивым, ты действительно на протяжении всей книги не можешь понять, о чем ты читаешь, потому что просто ничего нет, ничего не происходит. Есть множество персонажей, которые там как-то красиво описываются, но толком с ними ничего не происходит. Так что вот такая спорная книга, и я бы ее, наверное, никому не посоветовала читать, своим друзьям не посоветовала бы, потому что я бы откровенно сказала, тебе будет скучно. Это особый род литературы, который, мне кажется, мало кому интересен. Поэтому, если вы ее, например, уже купили, или если вы хотите ее прочитать все равно, то я искренне советую читать ее маленькими порциями, извиняюсь, это собака, по чуть-чуть, потому что, когда ты читаешь ее залпом, это очень сложно, и в итоге потом негативные впечатления. Я очень долго про нее рассказывала, но я не хотела снимать отдельный обзор, потому что, ну, я считаю, нет смысла снимать обзор на ту книгу, которая тебе толком-то и не понравилась, но при этом рассказала подробно, потому что книга новинка, и ее многие хотели, и многие хотят прочитать. Поэтому вот так. Теперь я уже буду покороче. Итак, следующая книга, это «Мост в Тиробитию». Я не буду рассказывать сюжет, мне кажется, его все знают. Как минимум, многие смотрели фильм. Я его обожала именно в фильме с детства. Я очень много раз его смотрела и практически знаю наизусть. И всегда с радостью его пересматриваю. И вот я очень хотела книгу, наконец ее купила. Она очень тоненькая, 140 страниц. И я боялась, что она меня разочарует и думала, что она будет не так сильна, как фильм, который я очень люблю. Но нет, она полностью оправдала мои ожидания. И я теперь считаю, что книга и фильм — это нечто такое единое, дополняющее друг друга, очень гармоничное. Она абсолютно стоит фильма. Я не скажу, что она лучше, чем фильм, что она более объемная или полная. В принципе, фильм показывает все, что есть в книге. Но она также очень хорошо написана. И, не знаю, мне она понравилась. И я думала, что я не буду над ней плакать, потому что все-таки столько уже слез пролито над фильмом. Сто раз я его, наверное, уже посмотрела. Но нет, я не смогла сдержаться. И все-таки я действительно разрыдалась над ней. И над самим эмоциональным моментом, если вы знаете, о чем эта книга. Но и над вообще ностальгией по этой истории, над жалостью к этим героям. И также над несправедливостью жизни. И как обидно все-таки, что жизненно смерть забирает лучших людей. Единственное, что меня немножко расстроило, разочаровало, что в книге нет момента, когда Лесли читает свое сочинение о подводном плавании, которое есть в фильме. Я обожаю просто в фильме этот момент. Я помню в детстве останавливала прям фильм и по предложению записывала себе в личный дневник. То есть я включаю, Лесли читает какое-то предложение, я торможу, записываю его, потом включаю дальше. И так я его читала много раз, заучивала. Я его до сих пор весь дословно, как в фильме, помню наизусть. И в книге его нет. То есть в сам момент есть, но само сочинение не написано. А я очень ждала, когда она будет. Я думала, что у нас здесь будет написано. И думала, может, оно будет как-то более обширно. Но нет, его нет. Это меня немножко расстроило. Но сама книга, я считаю, потрясающей. Хотя история вроде как начинается детской сказочкой. Обычная дружба детей, развитие их дружбы, школа, друзья, фантазии, игры. Но потом это перерастает в такую драму, мне кажется, в очень взрослую историю. И что в книге, что в фильме, ты всей душой чувствуешь боль Джесса. Вообще, я не знаю даже, как сказать, выразить эмоции, чтобы не наспойлерить. Но его боль, трагедия, всё ты это переживаешь и пропускаешь через себя. И не знаю, просто... Мне этот фильм всё время, а сейчас и книга, просто разрушает психику. Ну, это очень-очень крутая история, я считаю. И также очень важные здесь, мне кажется, интересные отношения Джесса с отцом. Как он пытался добиться его одобрения. Как он хотел добиться его любви. Как он ревновал его к младшим сёстрам. И считал, что он не уделяет ему время. Как он отчаянно хотел стать хорошим сыном своего отца. И в итоге, как грустно, что он понял, наконец-то родители его любят в такой печальной ситуации. В общем, я очень люблю теперь и эту книгу, и не только фильм. И всем советую почитать. В принципе, даже не могу сделать каких-то исключений. Я смотрела на лайв-липе, есть, не знаю, штук 20, наверное, негативных оценок. И я не понимаю, честно, каких людей может эта история не тронуть. Ну, а на остальные, значит, книги. У меня уже были обзоры, поэтому я не буду, как сказать, останавливаться на них. Две книги серии «За 30 секунд. Древний Рим и Древний Египет». Которые потрясающе оформлены, с мелованной бумагой, иллюстрациями. Очень интересные книги, которые очень краткие, очень сжатые. Очень тезисно даётся вся информация. Но при этом очень информативные и, на мой взгляд, очень интересные. Оформление, конечно, супер. «Сияние» Кинга. Также мне очень понравилась эта книга. Я её долго читала. Но она мне понравилась. Тоже очень такая, по сути, драма и психологическая она в какой-то мере. То есть у нас такой противоречивый персонаж папы, Дэнни. Я уже забыла его имя. Кошмар. При этом она достаточно страшная. Во всяком случае, самая страшная из тех книг, которые я читала у Кинга. История отеля, история маленького мальчика с экстрасенсорным даром. И история папы, который всё время борется с собой, который любит свою семью и любит себя. Который вроде бы и заботливый отец, и вроде бы эгоист, алкоголик, мерзкий человек. И всё в нём так смешано. И очень противоречивая и интересная книга. Я хочу прочитать продолжение её. Доктор Су. Дети дельфинов у нас подростковая фантастическая повесть. Замечательная просто. Если сравнивать с современной зарубежной подростковой литературой, просто они рядом не стоят. Мне кажется, очень хорошая, очень добрая, очень настоящая история. Дружбы, верности, честности. Взросления детей. При этом книга очень атмосферная, летняя. О дружбе, приключениях детей летом на острове, в посёлке. И Кейт плывет на север. Это сказка. Сказка со множеством разных смыслов, подсмыслов. Всё-таки она больше рассчитана на более маленький возраст детей, чем дети дельфинов. Дети дельфинов, я думаю, это всё-таки можно лет 10, наверное, лет до 13-14. Вот так. Это на более маленький возраст, рассчитывая, мне кажется, лет с 5-ти её можно читать. И дальше. В принципе, интересно, она будет всем возрастам, потому что каждый здесь найдёт что-то своё. Но вообще она всё-таки более детская. Но при этом очень поучительная и мудрая сказка. Ну, а на этом у меня, наверное, всё. Сейчас я вам покажу всё, что я прочитала. Ну, вот всё. Конечно, стопка у меня в два раза меньше, чем в январе. Ну, так уж получилось. В общем, спасибо, что посмотрели это видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. И пока!